В эфире Омск ТВ новости. Смотрите сегодня. И насколько сегодня наполнена казна. Отчет министра финансов. Проверка грамотности на G-Drive-арене. Омск может стать столицей тотального диктанта. Омскую блогершу под ником Кипишная поставили на учет в полиции. Причина – негативное влияние на детей. Об этом сообщает город 55 со ссылкой на мэрию. Ранее девушка уже находилась под надзором правоохранителей. Но 16 декабря прошлого года ее сняли с профилактического учета. Напомним, Кипишная получила известность после скандальных прямых эфиров в своем блоге. Она появлялась в кадре с сигаретами и алкоголем, пока на заднем фоне плакали дети. У Амички три ребенка, шести и четырех лет, а также восьмимесячный младенец. Частный бизнес поможет вздохнуть свободно. В Омской области построят комплекс по обращению с отходами. Концессионное соглашение правительство региона заключило со столичной компанией «Гринресурс». Наведение порядка обойдется в 6,3 миллиарда рублей. Больше 500 миллионов выделят из бюджета. Все остальное – деньги инвестора. Компания вложится в возведение автоматизированного завода по глубокой сортировке мусора, мощностей для компостирования органических отходов и создания полигона. Когда строительство завершится, объект перейдет в собственность Омской области. Предполагается, что увод новых линий позволит отправлять на вторичную переработку до половины от объема мусора, который поступит в комплекс. Сегодня справедливое недовольство жителей области вызывает тот факт, что мусор из Омска везут на свалки в районы. Поэтому мы продолжаем активную работу над ключевыми экологическими проектами региона. Строительство комплекса – один из них. Планируется, что он начнет работу к концу 2024 года, а к 2025 выйдет на проектную мощность. Это важный и своевременный шаг на пути к созданию области инфраструктуры по обращению с отходами. Уверен, что благодаря новому комплексу экологический эффект заметят многие. Эффект ожидается внушительный. Строительство комплекса, как заявили региональные власти, обеспечит замкнутый цикл обращения с твердыми коммунальными отходами и поможет снизить вредное влияние на окружающую среду. Предполагается, что в Омской области будет обеспечено безопасное захоронение отходов минимум в течение 25 лет, а Омск после пуска новых мощностей сможет достичь целевых показателей нацпроекта «Экология». Отметим, в перспективе заводы по обращению с ТКО должны появиться в Тарском и Омском районах. Работа по заключению концессионных соглашений уже идет. В Омском районе пришлось ввести карантин по бешенству. О выявлении нового очага заболевания сообщили в региональном управлении Росельхознадзора. Специалисты пояснили, на территории фильтровальной насосной станции, которая расположена на Черлакском тракте, зафиксировали заражение у собаки. Это уже третий случай с начала года. Раньше очаги находили в Муромцевском и Калачинском районах. Карантин на территории Омского будет действовать до 13 марта. Населению придется соблюдать ряд ограничений. Прежде всего, оттуда запрещен вывоз животных восприимчивых. Это на той территории, где наложены ограничения. Запрещены выставки, ярмарки, то есть где осуществляется потенциальная угроза возникновения бешенства. Проводится комплекс ограничительных мероприятий. Это как и запрещающих, так и профилактических. То есть вакцинация, ограничительные мероприятия. Вообще принимается на территории Омской области комплекс мер, направленных на профилактику бешенства. Это прежде всего вакцинация восприимчивых домашних животных, сельскохозяйственных животных. Также проводится оральная вакцинация диких животных путем раскладки прикормок. С ростом доходов министр финансов Омской области Вадим Чеченко отчитался о предварительных результатах исполнения бюджета в 2022 году. В региональную казну поступило свыше 137 миллиардов рублей. На 10,3 миллиарда больше, чем в 2021. По словам министра, рост доходов складывается уже третий год подряд. Причем, если в первый раз это произошло за счет увеличения федеральной поддержки, то потом выручали именно собственные доходы. Весомую долю составили неналоговые и налоговые поступления. Впервые с 2005 года лидирующим по объему источникам стал налог на прибыль организаций. В областную казну поступило больше 30 миллиардов рублей. Увеличились и расходы. Траты выросли почти на 13 миллиардов и превысили 142 миллиарда рублей. Несмотря на это, чиновникам удалось сократить дефицит бюджета. По итогам года он составил всего 5,2 миллиарда, хотя ожидалось, что будет в 2,5 раза выше. Также снижена долговая нагрузка региона по кредитам. Все те кредитные линии, которые мы загрузили в конце декабря, сегодня мы их все гасим. То есть у нас остается только облигаций в размере 5 миллиардов на данный момент и бюджетные кредиты. По бюджетным кредитам пока от федерации поддержка не обозначена, но опять же там они руку на пульсе держат. Реагирование идет моментально, и поддержка оказывается в нужный момент, в нужном объеме. Хотя, конечно, федеральный Минфин на шею сесть не позволяет регионам. Здесь тоже там такая принципиальная позиция, очень четкая. Продолжение следует... Очередной этап благоустройства спорткомплекса. Его начали в 2022 году. Были заключены контракты почти на 75 миллионов рублей. Регион готов закупить первые в этом году квартиры для детей-сирот. Пока речь идет о 62 помещениях, а всего в плане больше 230. Аукционы на приобретение недвижимости в Таре, Усть-Заостровке и Исселькуле уже объявлены. Там власти купят 30 квартир. Принимать заявки от поставщиков на предоставление еще 32 начнут в ближайшее время. Это жилье должно быть расположено в райцентрах Горьковского, Любинского, Теврисского, Таврического, Саргатского, Тюкалинского, Крутинского, Усть-Ишимского и Калачинского районов, а также в черте Омска. Сироты получат недвижимость под ключ. В этом году на покупку квартир для них потратят больше 850 миллионов рублей. Большая часть средства областного бюджета. С остальной суммой поможет федеральная казна. Финансы, как подчеркнули в правительстве, запланированы с учетом повышения цен на рынки недвижимости. Работодателям заплатят больше. Размер компенсации за трудоустройство безработных вырос. Об этом сообщают в Минтруда Омской области. С 1 января руководитель, который возьмет в организацию молодежь, зарегистрированную в Центре занятости, тех, кто в текущем году попал под сокращение или остался неудел из-за исчезновения предыдущего работодателя, специалистов, которые находятся под риском увольнения, а также экстренно приехавших в Россию граждан Украины, сможет получить субсидию 73 тысячи рублей. Это касается любой омской компании, независимо от ее формы и типа. С 1 января в региональную программу добавилась и новая категория выгодных соискателей. За прием работников, которые приехали в Омской области из других субъектов страны и устроились на предприятие оборонно-промышленного комплекса, работодатель получит 292 тысячи рублей в качестве компенсации. В Омской области программа субсидирования работодателей действует с 2021 года. За это время 775 работодателей подали заявление и получили компенсацию на трудоустройство порядка 1400 безработных. Программа субсидирования найма – это дополнительная мера господдержки, которая позволяет стимулировать работодателей на трудоустройство новых специалистов. Для того, чтобы получить субсидию, руководителю организации нужно направить заявление через личный кабинет на портале «Работа России» и указать там перечень вакантных рабочих мест и должностей. Служба занятости сама подберет кандидатов. Спустя месяц их работы начальству придется отправить еще одно заявление и на этот раз внести данные новых сотрудников. Вся нужная информация попадет в социальный фонд. Когда деньги придут, работодатель сможет направить их на оплату труда специалистов. Новые правила для омского бизнеса. С 2023 года в России появились нововведения для предпринимателей – единый налоговый счет. Он позволит автоматически распределять средства для уплаты всех налогов. Так у ИП и компании появится удобный виртуальный кошелек. Также в стране объединили пенсионный фонд и фонд социального страхования. Отныне работодатели будут вносить все взносы единым платежом. Однако порядок исчисления тарифов изменится. Как разобраться в нормах, которые постоянно меняются? И что вообще нужно для открытия собственного дела? О развитии бизнеса мы поговорили с руководителем Центра налогового консультирования, сертифицированным тренером по социальному предпринимательству Еленой Кореневской. Смотрите интервью сразу после выпуска новостей. Творят историю в прямом смысле. Мэр Сергей Шелест понаблюдал за тем, как идет работа над памятником основателю Омской крепости Ивану Бугольцу. Городоначальник побывал в мастерской, где трудится группа под руководством скульптора Михаила Минина. Автор монумента до этого занимался изготовлением копии фигур львов Ши Цзы. Их сегодня можно увидеть на музейной улице у здания Туритского информационного центра области. Минин показал Сергею Шелесту итог семи недель работы. Будущая достопримечательность понемногу обретает свои черты. Макеты барельефа готовы почти полностью. На них ушло 450 килограммов пластилина. Очень хорошее впечатление. Я считаю, что с учетом всех исторических справок, учитываются все пожелания наших историков, готовится очень такой замечательный проект, который будет украшением города Омска. Для того, чтобы памятник вышел не только красивым, но и правильным с точки зрения истории, творческая команда активно работает над деталями со специалистами. Параллельно доводят до совершенства мелкие элементы. При отливке они должны остаться четкими. В другой мастерской идет работа над самой скульптурой. Ее выполнят из бронзы. Сейчас расчеты показывают, что для этого потребуется около 4,5 тонн материала. Частями будет это все сниматься, эти формы. Также с этих форм будут делаться отдельно отливки. И вот эти отливки мы отправляем в Екатеринбург. По ним будут лить бронзу и частями собираться. Он будет литься в бронзе частями и также собираться кусками. Внутри будут самого памятника такие каркасы будут делаться, стяжки делаться. Бронза – это такой мягкий металл. И он внутри еще – это непростая история – сделать бронзовую большую скульптуру. Омск может стать столицей тотального диктанта. Стартовало голосование по определению главного города акции в 2023 году. Омск вошел в число финалистов. Победителя назовут 2 февраля. Проголосовать на официальном сайте тотального диктанта может любой желающий. Напомним, в этом году акция пройдет 8 апреля. Автор текста – Василий Авченко. Он лично прочитает свой отрывок на одной из площадок избранной столицы. Если победу одержит Омск, участников акции соберут в G-Drive-арене. Мы рассчитываем на поддержку омичей в конкурсе. Ведь наш регион на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции по числу участников. Что бесспорно говорит о том, что в Омске любят эту акцию и с удовольствием пишут диктант. С нами связывались коллеги из Екатеринбурга, которые пообещали, что будут болеть и голосовать за Омск. Поэтому мы рассчитываем только на победу.